Практически всю технику, которой гордится белорусская армия, в эти минуты можно увидеть на улицах Минска. Машины движутся к проспекту Машерова, чтобы принять участие в генеральной репетиции военного парада, посвященного Дню Независимости. Прогон начинается менее чем через час. На какое-то время будет приостановлено движение автомобиля, объезжайте район Стеллы. Там же сейчас работает большая группа специалистов, техника, белтеля, радиокомпании. Мы обеспечиваем трансляцию военного парада. Владимир Королев дежурит на улицах города. Жуткие гулы, необычайно захватывающее зрелище. Менее чем через час у Стеллы Минск, город-герой. Начинается репетиция военного парада, посвященная Дню Независимости. Более 150 единиц военной техники, мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Общая протяженность колонны на параде будет более полутора километров, хотя сейчас техника идет несколькими группами, что значительно увеличивает ее протяженность. Танки, зенитно-ракетные ракетные комплексы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходные гаубицы проследовали 15 километров, миновав полтора десятка улиц, движение на которых было временно перекрыто. Сам пресс военной техники вызвал неподдельный интерес у случайных прохожих, инспекторов ГАИ и тех, кто пришел сюда, чтобы посмотреть на боевую мощь страны. Отлично! Очень все здорово! Нам очень понравилось! Потрясающее впечатление! Мой сын служит в армии, участвует в парадном расчете и ехал в БТРе раньше. Всего в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих в составе 19 пеших и 13 парадных расчетов современной военной техники. Зрители также увидят танки периода Великой Отечественной войны, легкий колесно-гусеничный БТ-7, средний Т-34 и тяжелый ИС-2, ИС-3. Завершит военный парад пролет авиации и плац-концерт роты почетного караула. Сама же репетиция у Стелла Минс «Город-Герой» пройдет с 22 часов до полуночи. В следующий раз военную технику можно будет увидеть уже 3 июля в День независимости. Владимир Королев и Виктор Борисов. Агентство теленовостей. Владимир Королев и Виктор Борисов.